2013 год официально назван годом экологии в нашей стране. Уже второй раз Рязань открывает свои двери для молодого, но быстро набирающего популярность фестиваля «Эко-чашка». Это первый некоммерческий проект, проходящий по принципу открытого события. Его основная идея – собрать как можно больше людей, которым небезразличная экологическая ситуация в нашей стране. Организатором фестиваля выступило «Зеленое движение России Эко», модератор события – компания «Эр-Медиагрупп». Четыре дня на двух площадках нашего города проходили мероприятия, на которых известные рязанские деятели, депутаты, спортсмены и просто небезразличные граждане могли поделиться своими идеями и планами, благодаря которым наш город станет чище. С одним из спикеров мы пообщались в нашей студии. Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». Сегодня у нас в гостях Дмитрий Крищенко, директор по развитию группы компаний «Экосистема». Здравствуйте! Здравствуйте! Дмитрий Олегович, вот прошел слушок, что у нас в Рязани будет создаваться компания по утилизации и переработке отходов. Правда ли это? И если да, то как это будет работать? Это уже работает. Скажу так, само понятие более широкое не утилизация отходов, а комплексная система обращения с отходами. Обратите внимание, это такой термин. Оно включает в себя что? Включает в себя сбор, транспортировку отходов, не только твердобытовых, хотя это основная масса, но и медицинских, строительных и так далее. Утилизация, как следующий этап, который тоже состоит из нескольких элементов. Сортировка, в первую очередь, выборка полезных фракций и так далее. Остатки уже депонируются на новых полигонах. Вот создание этих производств, сортировочных заводов, новых полигонов, соответственно, приобретение новых транспортных средств. Все это включено в эту комплексную систему. И мы уже на рязанской земле работаем. Компания «Рязанника Сервис» ведет перевозки твердых бытовых отходов. Мы продолжаем насыщать ее новой техникой. Это процесс ни одного дня. Разумеется, он будет проходить в течение нескольких месяцев. Потому что эксперименты, которые мы проводили весной и летом, показали, что, например, на этих кварталах, в этих дворах использовать выгоднее одну технику, где она может проехать, в конце концов. В других территориях целесообразно использовать другую технику. И это все, скажем так, отрабатывалось в течение вот этих весеннего и летнего сезонов. Причем с сезонным фактором, с учетом, сами понимаете, снега. Что тоже немаловажный момент. И теперь мы приняли решение, что вот на этих участках мы будем докупать, допоставлять одну технику, на эту другую. Поэтому мы на «Рязанской земле» уже присутствуем. Второй, наиболее, скажем так, сложный с точки зрения сроков и инвестиций, это, скажем так, элемент, связанный с инфраструктурными объектами, о которых я до этого сказал. Полигоны, заводы. В каких городах уже это практикуется и насколько успешным было внедрение? Да, мы работаем на нескольких территориях, в нескольких регионах. Это, в частности, Астраханская область, это Белгородская, это Томская, Алтайский край и Костромская. В разных регионах у нас разная степень реализованности проектов. Наиболее подготовленный и, скажем так, развивающийся Астраханский блок. То есть у нас там уже давно работает сортировочный завод. У нас построен там новый полигон. Вот, мало того, мы формируем еще два узла в области. То есть фактически совместно с областными властями мы реализуем областную программу создания этой вот как раз комплексной системы. И через два-три года мы, собственно говоря, покроем всю Астраханскую область вот такой вот системой. Где-то это будет в упрощенной форме, где-то это будет наиболее глубоко, как и в самой Астрахани. Вот такие же приблизительно планы у нас по Рязанской области. Они в этом плане достаточно похожи и по структуре доходов, и по количеству населения, и по, скажем так, уровню областных центров. Поэтому у нас есть опыт, в том числе где-то там и отрицательные, так сказать, работы на Астраханской площадке. Мы предполагаем его перенести с местными особенностями сюда и уже, учитывая все минусы, его реализовать в течение ближайших двух-трех лет. В Рязани неоднократно всплывала тема по внедрению программы подобной, да, по утилизации. На факте оказывалось, что это у нас банальная фикция. Какова гарантия, что ваша программа будет действовать? Это что касается у нас финансирования и поддержки властей? Очень хороший вопрос, потому что действительно без поддержки властей, даже при наличии финансирования, обычно такие программы нереализуемы. Собственно говоря, и без финансирования с одной поддержкой властей они тоже нереализуемы. Понятная ситуация с бюджетами. На сегодняшний день приоритеты у бюджетов, сами знаете, какие-то социальные программы, и это правильно. А вопрос, который, скажем так, может приносить доход, он всегда интересен бизнесу. И поэтому, если бизнес, ну, скажем так, предлагает определенные схемы работы, то ему в этой ситуации нужны эти две составляющие, и поддержка властей, и финансирование. Вот тех регионов, где мы находим подобного рода консенсус, скажем так, в этом треугольнике, бизнес, финансовый институт власти, там проект развивается достаточно динамично. Я полагаю, во всяком случае, у меня нет сомнений пока никаких, что у нас наша работа в Рязанской области, начиная с города Рязани, вот, она будет реализована положительно, потому что поддержку властей и на областном, и на муниципальном, в первую очередь, городском уровне мы ощущаем. Мало того, мы совместно очень плотно работаем, вот, на разных уровнях с представителями власти, контролирующих органов в том числе, и так далее, и так далее. И мне кажется, что, вот, учитывая эти факторы, мы проект двинем. А до этого мне показалось, вот, изучая ситуацию, ну, и не только на Рязанской территории, но и на других наших территориях, мы наблюдаем, что, когда нет вот этих вот трех элементов, один из элементов желает что-то сделать, надеется на бюджетные какие-то вливания, их не происходит, другой имеет деньги, ну, не знает, как это реализовывать, третий, так сказать, не имеет ничего. Вот в этой ситуации надо слепить вот эту конструкцию, что мы, собственно говоря, и сделали, и тогда, правильно вы говорите, проект будет, в общем-то, двигаться в нужном направлении в нужное время. Хотелось бы немного узнать о временных рамках поконкретнее. В какое время планируется реализовать ваш проект? Касательно временных рамок, то, как я уже останавливался, проект имеет две составляющие, сбор, транспортировка и инфраструктура. Так вот, в первой части мы предполагаем, имея опыт весны и лета, что в течение года мы проведем реновацию транспортного парка, ну, и еще, может быть, полгода-год мы будем работать над контейнерными площадками. Это тоже важный элемент, здесь как бы не так быстро все это происходит, потому что работаем с управляющими компаниями и так далее. Параллельно этому идет реализация проекта, связанного с инфраструктурой. И не зря я бы сказал, у нас здесь две компании. Одна компания «Рязанико-сервис», которую возят уже сегодня известные гражданам, так сказать, по эмблемам на борту. И вторая компания «Рязанский промышленно-экологический комплекс». Вот эта вот вторая компания, она, собственно говоря, реализует проект, связанный с инфраструктурой. Здесь мы решаем вопросы, связанные с поиском участков, нашли часть в процессе поиска. Потом идет проектирование, потом идет экспертиза проекта, только после этого начинается стройка. То есть этот процесс где-то порядка двух-двух с половиной лет. Ну, мы хотим сделать это за два года. Вот в этом, собственно говоря, порядке. Работая, ну, надеюсь, что с помощью всех наших, как говорится, партнеров, мы через два, ну, максимум два с половиной года запустим вот эти вот современные инфраструктурные объекты. Дмитрий Олегович, последний вопрос. Вы уже коснулись темы управляющих компаний, рязанских. Они вообще охотно шли на контакт изначально? По-разному. Вы знаете, компании управляющие сами по себе различаются. Есть маленькие, есть довольно большие. Вот. Проблемы у них у всех разные. И мы с ними контактируем. Где-то мы находим такой, скажем так, активный отклик. Где-то пока предложения рассматриваются, они думают над проблемами. Где-то есть с их стороны предложения, они сами выходят на контакт. То есть я считаю, что процесс сам по себе рабочий. Вот. Единственное, что здесь надо понимать, он не быстрый. Потому что все-таки их ни одна, ни две. Вот. С каждой надо выстраивать свои особенности. Вот. Еще плюс ко всему здесь у нас играет фактор, я вам скажу, который мы обязательно учитываем. Это фактор наличия юридических лиц на территориях. Вот представьте себе территорию. Здесь жилой сектор и там же юрлица. Все являются отходообразователями. Управляющие компании решают вопросы с жильцами. А вот ситуация с юрлицами, которые накладывают сюда, она имеет свои особенности. И вот это вот совмещение этих вот особенностей нам требует определенного времени. Поэтому мы в этом процессе и работаем. Но работа это такая достаточно долгая. Спасибо большое, что посетили нашу студию. Спасибо вам. Спасибо. Дмитрий Олегович, очень приятно было с вами пообщаться. Человек, которому не безразлично наша экологическая ситуация. Надеюсь, что мы вместе с вашим, скажем так, участием будем поправлять. Мы вам всегда поможем. Это была программа «Семь минут». Скоро с вами увидимся. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok